Я не говорю, что лучше, а тут не лучше, надежнее, чем ВАК-концерн. Переводим в режим спортивный. Вау, сейчас. Ну, блин, уедет, да, просто офигенно. Так, так, всем привет, добро пожаловать на сравнительный тест-драйв двух замечательных автомобилей, я бы сказал, даже практически идентичный, как вы видите, джили Манжаро, абсолютно новых, 23-го года. И сегодня мы выясним все плюсы автомобиля, которые привозятся у нас из Китая параллельным импортом, и все плюсы автомобиля, которые продают у нас официально на гарантии в России. Огромное количество споров в России, что лучше взять, где плюс, там, различия в комплектации, там, как, что, вот мы сегодня это все выясним, потому что споры идут только из-за этого, друзья, потому что споры о том, хорошая Манжаро машина или нет, я думаю, что ни у кого уже вообще не идут. Я вам могу просто рассказать один пример, потому что у нас есть дилер Фердинанд Моторс, который всю жизнь специализировался на Фольксвагенах. Пока официально Фольксваген не ушел, у меня там, соответственно, работает друг, он обслуживал автомобили Фольксвагена, и потом они взяли дилерство Джили. И вчера, вот, когда я готовился к этому, я даже сам удивился, думаю, это что такое, как такое может быть, и они взяли дилерство Джили. Друзья, и вот по поводу Манжаро я спросил, а есть какие-то вопросы по технике к этому, а потом говорит, вообще никаких нет. То есть, к мотору, к трансмиссии, вообще, есть какие-то маленькие косяки там по электро каким-то моментам, но, ну, это все решает гарантии. Но, в целом, более того, то есть, даже у Coolray трехцилиндрового, который на нашем рынке должен хлистать каждые 50 тысяч километров, там, поршни отрыгивать, ни одной проблемы. Coolray там наматывает по 50 тысяч, даже если взять вот эту конфигурацию, которая у нас, вот такого же мотора двухлитрового, тоже такой же, естественно, здесь у нас. Они все полноприводные на автоматах и все практически в максимальных комплектациях. Даже если взять моторы такие же, которые шли на Тугеле, друзья, да, то есть, это двухлитровые моторы с непосредственным впрыском, они алюминиевые, с чугунными гильзами. На Тугелах они к сотке уже приближаются, и там нет ни одной проблемы вообще. То есть, мы сравнивали даже с Тигуанами и с Туарегами статистику этих автомобилей, потому что у них вся есть. Ну, и вот у Тигуанов тоже не было, у новых Тигуанов там проблемы, и у Туарегов с моторной коробкой были по чагам, по шарам, но в целом, то есть, эти машины надежнее, друзья, я могу честно сказать, чем, я не говорю, что лучше, а, тут не лучше, надежнее, чем ВАК-концерн. Потому что у него страдала подвеска от наших дорог, а здесь все. Да, были косяки там по обогреву какие-то, по мониторам, это все делалось, но в целом, я был в шоке. Даже если взять Атласы, вот единственная проблема была за все время замены коробки на Атлас Про и то, потому что в Белоруссии, признанным был гарантийным случаем, не залили масло до нормы, она и то 3000 км проехала. Для меня вчера был этот шок, я даже сам думаю, блин, остается момент, как ее покупать. Потому что я думаю, что для всех не секрет, что автомобили из Китая, которые привозены параллельным импортом, они дешевле. Значит, в целом, по ценам, давайте теперь, значит, автомобили в среднем у нас, которые в зависимости от автосалона, потому что огромное количество людей сейчас занимается параллельным импортом, стоят там в хороших комплектациях, в среднем, я говорю, на 300-400 тысяч, с учетом сейчас новых утиль сборов, 300-400 тысяч рублей разница в целом, в среднем. То есть, мы вот говорим, вот это, например, у нас дилерская машина, гарантия 5 лет или 150 тысяч километров стоит 4594 тысячи. Это максимальная комплектация, а вот это у нас стоит абсолютно такой же цвет, абсолютно все вот как надо, все есть, все идеально. Даже я специально, друзья, нашел такая же расцветка, такая же кожа, но если мы даже посмотрим, у них уже здесь машина стоит с русификацией, то есть она доработана. И сейчас мы осмотрим их внешне, посидим в салоне, прокатимся и поймем, есть в них отличия, и потом, может быть, кто-то из вас делает вывод, стоит ему брать автомобиль подешевле, но без гарантии или чуть подороже, хотя для кого-то такая разница, она, в принципе, друзья, достаточно, возможно, существенная. Значит, но точно, если вы думаете, что нужна гарантия, потому что полетит мотор или коробка, или там рычаг отвалится, то в этом случае я не нашел проблемных моментов, что вероятность того, что вы вводите машину без гарантии, у вас отрыгнет коробка или мотор, ну, она минимальная. Вот я просто смотрел статистику. То есть машина будет ездить у вас точно, заводиться на трассе, вы не будете стоять, вы не будете искать, там, поршневую группу, гильзы, гильзовать блок, масложоров у вас не будет. То есть в этом плане я вчера просто охренел от того, какие джили в целом надежные. Если у вас есть какой-то вариант, что вот у вас выкупили машину, у вас развалился мотор, пожалуйста, напишите свою историю в описании, потому что я такого не нашел в комментариях, просто, если у вас есть опыт владения. Итак, давайте теперь решим. Вот у нас два автомобиля. Выглядят они совершенно, друзья, одинаково, даже мы специально, ну, здесь, честно, не специально, так просто повезло. Два одинаковых цвета. Понятно уже, да, если вы сейчас вводите разные ракурсы автомобилей, то без номеров у нас машина везена параллельным импортом, а с номерами у нас автомобиль, естественно, на гарантии. Одинаковые диски, одинаковое все, только есть небольшая разница. Если вы думаете, что это как у Майбаха хром-пакет, то нет, конечно, это просто транспортировочная пленка, она вот здесь и здесь. В остальном, ну, только вот здесь видно, да, вот иероглифы и квадратный номер, хотя здесь там тоже, да, квадратный номер на том. Здесь, да, такая вставка. Ну, тоже, кстати, я даже не присматривался, как-то это. Ее отдельно продают официалы. Да, раздельные камеры, количество камер, количество всего. В целом, друзья, вот честно, вот я считаю, что это самый сбалансированный китайский кроссовер, на котором я ездил, в соотношении цена-качество. Самый сбалансированный по безопасности. Пять звезд, China Cup, это внутренний рейтинг. То есть с безопасностью все, везде подушки, все хорошо. Машина безопасная для своего класса, с учетом своей массы и всего остального. Ну, как мы поняли, друзья, еще более того, я смотрю разные, по клиренсу нет никаких отличий, и по защите, да, то есть. И по защите, вот мы поднимали то-се, нет. Единственное, есть действительно подтвержденный факт, что компания Geely, как это делает и Cherry, на заводе специально заказывает улучшенную дополнительную антикоррозийную обработку. То есть она изначально более лояльная, идет к нашим условиям, более защищенная. Опять же, так же за верх. Тут как будто эхо меньше. Ну, по ручке опять, вот так держу. Тут вторичного эха нет. А тут вот, смотрите, тут реально как будто шум какие-нибудь, согласись, звук есть. Прям звон больше здесь. Может быть, я с учетом того, что я сейчас наблюдаю, здесь улучшенная какая-то шумоизоляция. Но машины, друзья, специально никто не готовил. Здесь, я еще раз повторяюсь, только русификация и уже Android, да? То есть здесь у нас русификация через, ну, это я в салоне вам пишу, а здесь уже все в базе есть. Так, друзья, смотрите, подведем итог. По внешнему виду, по какому-то, разницы нет по клиренции, по защите, но визуально как будто здесь лучше шумоизоляция. Просто по звону ручек это прям чувствуется. Так, давайте теперь сядем в салон, посмотрим у нас версию официальную и неофициальную. Итак, друзья, значит, сравниваем два автомобиля. Экспертное мнение здесь от человека, в принципе, который всю жизнь занимается, так скажем, перепродажами автомобилей или привозом автомобилей. Это мой друг Антон, он сзади сидит, вы можете, надо слышать его голос. Кстати, ссылочка на ту машину, которая продается в описании, я оставлю. Потому что все-таки они мне, что только не ищут, скоро Кодиак новый снимем, друзья. Октавию удлиненную, блин, у них столько машин, с ума сойдешь. Так, дальше, друзья, смотрите, значит, по визуализации, да, по салону мне он, безусловно, нравится. Ну, естественно, черный верх, Алькантара, здесь она, правда, тут, друзья, если у вас ребенка будете возить, она будет пачкаться, конечно, это минус. Вентиляция, подогрев, и, собственно, давайте начнем, когда мы говорим про подогрев, основное отличие, да. Значит, смотрите, у изначально завода машина собирается для России более, типа, для суровых условий. Потому что у нас уже в базе идет не просто подогрев нижней части дворников, а идет подогрев всей лобовухи. То есть это, на самом деле, очень удобно, когда вот вам, если вам срочно куда-то ехать, и вы не будете ждать, пока у вас лобовуха, вот, обогреет все. И бывает такое, после мойки машина запотевает или еще что-то тряпкой там мыть. Это очень удобно, и эта опция, на данный момент вы никак не можете эту опцию поставить на машину с параллельным импортом, потому что вам надо менять целиком лобовое стекло. У вас есть, там будет опция обдува стекла, но именно такой опции, чтобы стекло целиком обогревалось, такого нет. Далее, есть подогрев на дилерских машинах, есть подогрев форсунок-имывателя. То есть на недилерских, естественно, этого нет. Значит, есть подогрев руля на дилерских автомобилях, он включается автоматически через менюшку с обогревом сидений. Опять же, подогрева руля нет на машинах параллельного импорта, но его можно поставить. Здесь есть обогрев у дилерских автомобилей для России, для автомобиля для Китая, задних сидений нет обогрева, но этот тоже можно поставить. Самый главный минус, который все плюются от чего? Русификация. То есть, естественно, у нас машина русифицирована, потому что есть действительно и русские какие-то буквы, но основное, вот вы видите здесь, все понятно, все классно, три экрана работает, ведь сзади сиденье, вы понимаете, какая там опция вам нужна, вентиляция и все остальное. Что это значит? 5-10 минут, ничего по-китайскому нет. И, естественно, активирован третий экран. Третий экран у нас может всегда выполнять функцию вашего телефона, то есть скачиваете приложение сюда, и он будет ваш телефон, например, дублировать. То есть, если, например, вот у вас есть телефон, а водитель слушает музыку, если вы едете в какой-то дороге, вы можете слушать звук с телефона, например, через наушники, или смотреть кино, здесь все будет выводиться, YouTube и все остальное. Значит, там этого нет, но сколько стоит русификация? Русификация у нас основная проблема всех автомобилей, Манжаро, потому что она может, на нее вы можете попасть. И 80% у нас русификации делается как, вот я даже с Еленой Лисой рулят, вот у нее автосалон тоже разговаривал, они делают только, разбирая целиком вот этот вот тоннель, вытаскивают, соответственно, бортовой компьютер, так скажем, да, если назвать, может, бортовым компьютером. Мозги головного устройства. Мозги головного устройства, да, правильно. Видите, вот специалист сидит, сразу видно. Я вот извиняюсь, сегодня в шапке, как дурачок, да, но как бы холодно просто сегодня у нас очень. И вот ты сейчас сам понимаешь, что такое обогрев, как он нужен, что вот это. И, собственно, отправляете, вам присылают, но, друзья, бывали истории, что при некачественной снятии установки, неправильной какой-то вот программы, были моменты, когда отключались экраны, правильно? У меня у соседа даже было такое. Да, то есть, и никакая гарантия, если вы приедете к дилеру, он вам не бесплатно не сделает, потому что он скажет, что вот вы у нас не покупали, идите куда-нибудь подальше, да. То есть, если у вас случится какая-нибудь проблема с дилерской машиной, вам его поменяют, но у вас ее не может случиться, потому что у вас уже есть, собственно, русификация, это проблем нет. Есть ребята, значит, 45 тысяч, вот я у Лены в лице спрашивал, стоит русификация с разбором панели. То есть, они все разбирают, это действительно сложный процесс, это надо разбирать, отсылать, это какое-то время, да. Или вы можете выучить китайский через Яндекс вот этот, и все. Второй вариант стоит 60 тысяч рублей, это через шнур. Одна единственная прошивка, которая видит диагностическое дилерское оборудование. Реализация идет каким образом, то есть, постоянно приходит определенное обновление, то есть, как на андроиде, как на оси. Ну, как дилер, да, типа, приводит. Ну, там все камеры работают, так же все работает. Все работает. И плюс, друзья, вот сам вот этот экран мультимедиа, который есть, он более расширен, ну, там, то есть, более расширен, это мы покажем вам в том автомобиле. В целом, каких-то отличий, потому что салоны, друзья, и так абсолютно идентичные, кнопки идентичные, нет, кроме, естественно, заднего тоннеля, там задний тоннель немножечко другой, потому что там есть функция обогрева задних стекол, ой, задних сидушек, а он включается. Здесь, в принципе, нет, тогда вот все я вам рассказал, давайте сейчас посмотрим. Еще есть отличия, извини, Антон, я перебью, в дилерском автомобиле нет видеорегистратора. В дилерском автомобиле нет видеорегистратора, сейчас мы покажем, как он реализован, ну, это там можем показать. Кнопки управления голосом. Да, опять же, кнопка управления голосом. Почему, собственно, изначально дилер не вставлял это, потому что у вас голосовой помощник работал на китайском, и он особо никогда это, ну, типа, ну, если вы не знаете китайский, вам будет сложно с ним поговорить вообще о жизни. Сложно. Но с новой прошивкой, если вы своего китайского дружочка прошьете, он будет вас понимать на русский. Собственно, я сейчас попытаюсь вам это показать. Давайте теперь перейдем. Итак, друзья, значит, вот садимся в автомобиле из Китая, который неофициально везен, то есть он, еще раз повторяю, на нем действует дилерская гарантия, и он, типа, и он менее подготовлен к нашим российским условиям. Но, опять же, мы смотрим все прелести обновленной прошивки, которая стоит 60 тысяч, у нас здесь появились абсолютно новые окошки. Здесь у нас уже есть Яндекс.Музыка, зона приложений. Что за приложение зоны? Я даже не... Может быть, фильмы. А, фильмы? У нас сейчас интернет не подключен. А, ну ладно. Ну, в общем, друзья, здесь, короче, если вдруг у вас нет телефона, здесь есть все, что у вас может быть на телефоне. Яндекс.Музыка, то есть оно более расширено, и есть Apple CarPlay, Android app, насколько я знаю. Беспроводное. А оно будет тут или тут? Можно будет переносить и туда, и сюда. Да. Ну, то есть, есть определенные моменты, в котором мультимедиа перепрошита, она более совершенна, если вот такие определенные тонкости вам важны. Далее, значит, и музыка здесь другая. Здесь стоит музыка Infiniti. Там был Zen, но говорят, что Infiniti звучит лучше. С точки зрения алькантары, черного потолка, то есть вопросов нет, но здесь как будто как-то вот руль побогаче, так обычно на рейндж-роверах перешивает, двойная такая строчка, смотрится действительно так солидно. Значит, а в остальном, вот регистратор есть, ну он, ну подожди, ну доппай, кстати, я рекламировал, кстати, эту компанию, она действительно, а мы можем показать? Можем. Ну я не думаю, ну это же вот не встроенный регистратор, это как дополнительная опция идет, или нет? Или он можно в козырек ставить? Он сейчас в комплекте вот со всеми автомобилями, которые изумруд на изумруде. Ну в общем, а как он вставляется? Вот эта штучка просто снимается, которая сейчас там стоит. Да, и все. То есть у вас, и он впишет сразу в карту памяти, да? Да, у него карта памяти сбоку вставляется. Вопросов с регистраторами, проблем с регистраторами нынче, с учетом выбора на рынке, сейчас как бы тут зашла интеграция регистратора, а? Вот просто божественно. Сейчас как бы я сказал, Даш... Это кто это? Из Англии? Казахстан? В Бишке. В Бишке? Понятно. Друзья, видите, тут параллельный импорт так развивается, что я просто не могу. Каждую две минуты человеку звонят. Каждые две минуты. Но установить регистратор, я думаю, не проблема. Вы сами можете, например, не упираться в технические данные китайского родного устройства. Вот, потому что все равно у него никакой гарантии нет. А сами выбрать качество, там, туда-сюда. Но, подожди, это регистратор, это же не антирадар, то есть он не будет показывать камеры. Можно скачать туда прекрасное приложение, называется Худспид. Худспид. И будет встроенный антирадар. Это не реклама, друзья. Это личное мнение, что у Антона кажется, что ему Худспид самое лучшее приложение. Это не реклама. Так, в принципе, да, все. Давай покажем разницу в блоках задних и прокатимся. Смотри, четкость какая, детализация. Ну, неплохо. Сейчас я на экран, друзья, выведу. Короче, друзья, смотрите, я вам рассказывал про многие девайсы неоднократно. Ну, смотри, прям на всю рамку. Не, качество неплохое. Все, мне сейчас дали попробовать телефон Honor 90. Ну, в принципе, я считаю, что очень неплохо, естественно, такой красивый. Внешний смартфон выглядит очень стильно. Такой легкий, тонкий, в руке хорошо лежит. Выбрать можно из трех разных цветов. У меня он, конечно, видите, да, шикарного зеленого цвета. Ну, и на что сейчас многие смотрят при выборе смартфона? Конечно же, камера. В данной модели камера 200 мегапикселей, поэтому качественные фотографии с поездок, встреч, с семьей, с друзьями вам обеспечены. Даже при слабом освещении кадры будут выглядеть отлично. А благодаря большому объему, 512 гигабайт, вам не придется переживать, что хранилище переполнится. Высокое качество экрана, передача цветов, яркость 1600 нит, который обеспечит четкую картинку на экране даже при ярком солнечном свете. А также, друзья, очень важно на морозах. То есть, здесь аккумулятор 5000 мА в час. То есть, на морозе он не садится быстро. Можно там скидывать фотографии, общаться. То есть, его надолго хватает. Да, и тоже мне это понравилось. Объемная память 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт внутренней. Друзья, на самом деле, на мой взгляд, это очень качественный телефон за свои деньги. С учетом того, что у меня недавно на моем телефоне было отслоение матрицы, и я отдал за ремонт стоимость этого телефона. Стоимость этого телефона. Поэтому, переходите по ссылочке, смотрите, потому что Honor 90, на мой взгляд, это хороший выбор. Итак, друзья, вот у нас, так скажем, задний блок климат-контроля от нелегального манжара. То есть, мы видим здесь два USB. В принципе, тоже очень хорошо. Я считаю, что он его идеально, потому что здесь дефлекторы есть. Трехзонный третий климат-контроль для задних пассажиров. Кномочка. Здесь, друзья, смотрите, как классно, что даже климат здесь. Вы можете потоки для задних пассажиров регулировать. Это очень классно. Соответственно, кнопочка авто. Выставляете тут? Ну, через пленку плохо работает. Идеал. Давайте теперь посмотрим на дилерской машине. Вот, друзья, видно, да, что это не в колхоженной никакие кнопки. Это все уже сделано специально под Россию на заводе. То есть, вот у нас вот эти вот подогревы трехступенчатые. То же самое. Такая же верхняя строчка регулировки. Также мы можем потоки там регулировать. И такие же две USB. Поэтому здесь все. Ну, то есть, это не то, что кто-то возит, ну, то есть, специально здесь на Россию устанавливают у дилера, для официального дилера тоже в таких же сервисах, да. То есть, все эти допы, друзья, они установлены уже на заводе. То есть, это не просто вот дилер за деньги в какие-то гаражи загоняет и ставит эти подогревы. Это все на заводе, все это на заводской гарантии. И нашему представительству, нашему дилеру, нашему представительству в России ответственность за гарантию несет сам завод Джили. А не он за свои деньги с вами ругается и под каждому случаю, грубо говоря, там, вам нервы тратит. Сломал ли, сломался у вас там экран, например, с этот, по-моему, там вот этот, мозги там 400 тысяч стоят. И один из экранов глючит. Пошел, все, поменяли, и завод ему компенсирует. И это не его проблема. Вы придете с этим экраном, он не будет с вами спорить, он не будет терять. Его просто компенсирует этот завод из Китая. А у них там этих экранов, друзья, сами знаете. Друзья, смотрите, багажники никак не отличаются. Здесь есть у всех, естественно, прикуриватель. Вторая ниша. Ну, ее можно убрать, чтобы он более глубоким был, да. И докатка в комплекте, что у дилера, что, ой, что у китайского нелегала, что у официального. Друзья, к сожалению, не можем сейчас голосового помощника вам продемонстрировать возможности, что он здесь не активирован, к сожалению. Так, ну, что я могу сказать? Руль холодный. О, какая тачка классная, надо вот про нее обзор снять. Так, друзья, ну что, едем, разгоняемся. Вообще, в целом, про автомобиль Манжаро я рассказывал, потому что, ну, впервые с этой конфигурацией я познакомился, ну, мотора и коробки я познакомился на Тугеле. Тогда еще был огромный выбор европейских автомобилей. И, ну, китайцам, ну, вот, ой, китай, ты, ну, что он может, господи, ну, же... Я сел и охренел, честно. Я вот тогда, я помню, у меня там, по-моему, были подряд и к 6М, по-моему, и зима была, и к 7М. Я думал, что будет прям плохо. Сначала сел, думаю, ну, ладно, экраны. И потом она реально едет и очень сбалансирована. То есть вот, если, например, мы можем... Я всегда ругаю продукцию компании Cherry за подвеску. Там, неважно, там, это X-Seed, это сами Cherry, Amoda, да, потому что она несбалансированная. Было ощущение, что как будто она для Китая. Потому что, ну, в Китае, ну, в основном, дороги лучше, они там не думают о виброизоляции, о эластичности, там, о кинематике подвески, как она, вот, она будет работать по плохим дорогам, как дрожь будет передаваться. Для них это мало, там, маленькая задача. Вот кроссовер завысили, седан занизили, как бы, вот, в целом. Иногда получаются, на самом деле, подвески, которые не очень пригодны для наших условий. В целом, Манжаро в этом плане очень сбалансированный, и он очень европейский. Вот он очень напоминает нормальные кроссоверы. Я могу сказать, что даже Манжаро на порядок выше, чем корейские производители. На порядок выше, чем тот же самый Sorento, Santa Fe, то есть, вот такие вещи. Его, в принципе, можно даже с Кодиаком сравнить в целом, в чем-то. Вот, кстати, скоро вот Кодиак мы снимем. Поэтому в этом плане вообще нет никаких вопросов. К подвеске, к качеству. И неважно, вот, вы купите автомобиль дилерский или из параллельного импорта, да, вы получите четкую управляемость во все, во всех направлениях. И по плохой дороге, и по асфальту, и грамотную работу полного привода. Он действительно здесь подкручивает. Я это все показывал в своем видео, когда вот снимал первый обзор на Манжаро, на официальный, когда он вышел. Ну, он мне очень понравился. Более того, по шумоизоляции, если сравнивать, я пока не говорю про шумоизоляцию дополнительную, которая, возможно, идет на дилерских автомобилях. Но, друзья, понимаете, в чем дело? То есть, почему это не существенно? Потому что вы всегда можете заехать в любой гараж или в крутой деталик центр, и вам ее могут улучшить. Как улучшается шумоизоляция, вы можете посмотреть мой сравнительный тест-драйв. Мы брали две ОМОДы, одна моя, которая полностью завернута в шумоизоляцию. Арки, двери, крыша, все полностью. И стандартная. Вот мы на децибелах, на приборах, и на профессиональном приборе, и на профессиональном децибеле намерили 10% разницы примерно. Кто-то говорит, что это, в принципе, несущественно, потому что полная шумоизоляция автомобиля стоит достаточно дорого. Но вот смотрите, представьте, что такое разница 10 децибел. Представляете, у вас на полную громкость работает телевизор. Вот прям громкость. Вы берете пульт, и вы привыкли к этому, каждый день смотрите, он постоянно работает. А вы берете как-то раз и пульт, и убавляете на 10 делений. И вот сам по себе звук, он уменьшится примерно на 100. Вот она, разница в децибелах. В принципе, для того, чтобы меньше слышать шума каждый день, я не жалею о том, что я сделал шумоизоляцию. Хотя я на этой моде не езжу, конечно, но сделал это для эксперимента. Поэтому для кого-то 10% разницы в шумоизоляции, она важна. Плюс еще, конечно, влияет выбор колес, резины. Вы поставите дорогую премиальную резину. Она, естественно, у вас будет более тише, более комфортно, меньше вибраций перед дорогой, даже при равном давлении в колесах. Ну, на какую-то часть. Не сразу все поменяется. Так же, естественно, и с китайской резиной, и всем остальным тоже так же все будет влиять. Вот есть эстеты, которые чувствуют машину, им прям важны некоторые мелочи. А если вы, а, доехал, доехал, а похер вообще, они машины не моют, ничего им не надо. В принципе, тоже такой разумный подход. У каждого есть свой, друзья, подход к автомобилям. Поэтому тут вам самим выбирать. Заметь, ты на летней резине. Она тише должна быть, да. Ну, я сейчас в боковом скольжении не ездил, так что... А здесь, по-моему, что поняли, липунчик. Тоже два раза не привык. Просто. Как с обычными селекторами удобно. Вот на гелике, да, вперед, блин, D, назад, R, все четко, не смотришь на эту панель. Так, друзья, ну, забыл сказать, что, естественно, на всех машинах есть проекция, и она очень такая интересная. У меня даже пропущенные звонки здесь видны. Вот этот G-Pilot, скорость и ограничения, охренеть. Очень круто. Там тоже есть, она, наверное, такая же, но и прям здесь очень... Она обширная, она прям как будто часть дороги занимает. Здесь, кстати, не работает датчик, почему-то колеса после шиномонтажа. Вот, друзья, смотрите, может быть, это самовнушение, может быть, это действует у меня тест с ручками, которые более звонкие там. Но это как будто лучше по шумоизоляции. Тут меньше... Ну, вот ты сам не чувствуешь? Нет. Мне сложно сказать, я на уши. А, он звук слушает, да. Несмотря на то, что та была на летней резине, это на зимней, но, правда, она не на шипах, а на липучке. Или на фрикционной, как профессионалы говорят. Вот. И... Блин, ну такая проекция, долбанешься. Там такая же интересная или нет? Ну, сейчас попросим сделать. Ну, здесь как будто она потише, машина. Есть такое ощущение. Вот именно сам низ, вот как будто вот есть какая-то минимальная, но дополнительная шумоизоляция. Так, ну что в остальном, друзья, что вам еще рассказать? В принципе, все то же самое. Классная машина за деньги, которые сейчас... И так, друзья, цена достаточно выгодная, без гарантии. И это, друзья, цена очень... За такой автомобиль очень выгодная, с учетом пятилетней гарантии на эту тачку. Ну, вообще, конечно, вот если я вот так думал бы, да, что... Если ты машину не на год берешь, чтобы там перепродать... А с другой стороны, вот интересно, да, как будет рынок влиять? Вот вы купили, например, машину, год поездили. И как потом будет рынок реагировать? И как скажется гарантийная машина на вторичке и не гарантийная на вторичке? Может быть, там это будет влиять? Ну, блин, ну мне кажется, что если покупаешь машину там в районе там четырех... Четырех там с плюсом. То 10% разница с учетом пятилетней гарантии... Ну, я, наверное, думаю, взял бы гарантийную. Если бы мне не сделали суперпредложение там вот вообще, которое там вот... Горящая цена. Потому что через два года эти 300 тысяч... Все-таки за такой... Ну, мне кажется, она как-то смоется немножечко. И будет сама по себе, что карантинная дилерская машина, да? То есть у нас все равно вот любят Toyota, если у нас так сильно. И готовы переплачивать за них. Недавно, блин, Крузак за 30 миллионов видел. Я же совсем чокнулись, блин. Ну, это же просто. Двухсотый Крузак с минимальным пробегом за 20 миллионов. И там таких много. Я думаю, совсем, что ли? То есть как у нас люди любят в России надежность? Как они это любят? Поразительно. Ну, опять же, друзья, да? И мы такие... О, там 4 миллиона за кроссовер. Какая выгодная цена, параллельный импорт. А так подумаешь, блин, это квартира однокомнатная. Блин, такие деньги платить просто. Как они все-таки дорого стоят? Неважно, дилерская или не дилерская, да? Это просто параллельные деньги. Это твой друг же? Так, друзья, ну, можно чуть втопить, если у нас автомобиль, так скажем, переводим в режим спортивный. Вау, сейчас. Вау, прям втюш. Ну, блин, уедет, а просто офигенно. Мотора здесь хватает за глаза, друзья. Коробка прям. Не ZF, конечно, но... С другой стороны, Borg Warner у нас, полный привод. Айзен коробка. Ну, что еще надо для полного счастья? Ну, она... Вольво Айзен-то не очень хорошо работала. Я помню, она мне бесила. Вот этот XC90 был Айзен. Там этот дизель двухлитровый. Ну, как вот... Как она подтупливала? Здесь они еще более-менее ее сделали. Здесь она прям очень слажена. Явно перепрограммировали, что-то перепрошили. Здесь она хорошо работает. Да здесь даже как-либо лучше, чем в «Москвиче». Динамик сухой. Друзья, значит, разобрали панель дверную. На наличие там какой-то разницы в шумоизоляции. Это что это? Что тут из шумоизоляция? На «Москвиче» тогда это было. На «Москвиче» такая тоже была. Это будет. А, здесь у вас воздуховод идет. Это воздуховод, да? А это что такое? Крестовая шумка, специальный момент. А, вот это вот. Это антискрип? Ну, это такого, да. Ну, это считается... Ну, это видно, что, скорее всего, у китайцев тоже такое. То есть, если есть место здесь есть под него? Да, специально. Ну, сразу видно, что машина солидная. Да, вот, друзья, мы 3.9 там сгорали, блок болтается. Тут все по-человечески сняли. Смотрите, тут все закреплено. Динамики «Алпайн». О, «Бузэ» или нет? Сейчас, скорее всего, Китая, да? «Боссэ» ездят. Так, подожди-ка, да, а мы поднимем, может, да? О, смотрите, друзья, динамики «Боссэ». Или «Боссэ». Как правильно говорить? А что звук? «Боссэ». «Боссэ»? Правильно? «Боссэ». Есть машины шумные. А почему это тихо звучит? Смотрите, прям «дэнннн». Вот это шумная машина? Это шумная. Посмотрите, знаешь, машина не шумная. а в дверях может внизу какая-то там мастика если мы разберем ауди будет примерно подобно там тоже шумки в основном не будет но там все сделано качественно может быть не урон конечно ауди просто говорят о том что дилер специально на официальные автомобили кладет там шумоизоляцию итак друзья какие можно сделать выводы значит по сегодняшнему нашему сравнительному тесту значит во-первых давайте плюсы автомобиля который везен параллельным импортом вы вообще на самом деле можете и сами привести изучить весь рынок посмотреть и вообще машина я вообще видел в объявлении в интернете там 3200 3300 но там машина в китае стоит еще там и как бы и действительно если выбирать машину параллельный с параллельным импортом можно ее взять дешевле чем у дилера в среднем как я уже сказал разница 300 400 тысяч в пользу этих автомобилей но вы должны понять что этот автомобиль это не конечная цена вам нужно его будет доработать и вложить еще денег то есть это улучшение мультимедии но некоторые вещи вообще не доработать как например лобовое стекло да то есть вы не сможете этого сделать вы можете улучшить мультимедиа то есть русифицировать ее и поставить android потом вы можете поставить задние подогрев сидений то есть это минус но не так будет у вас лаконично с этим блоком все равно кнопки куда-то нам вам надо будет врезать и соответственно вы можете сделать утепление руля но утепление руля поставить поставить подогрев руля и плюс здесь опять же как говорят музыка лучшего звучания и руль с более дорогой принципе кожи теперь давайте посмотрим на плюсы этого автомобиля он фактически дороже то есть для кого-то это действительно большие деньги но плюс его в чем плюс его в том что кузов лучше подготовлен с заводом не здесь не в россии не какими-то мастерами заводом к нашим условиям то есть как мне показалось здесь получше шумоизоляция особенно в дверях по ручкам антикоррозийная обработка это уже действительно фактически вещи здесь у нас есть подогрев руля но кстати нет регистратора здесь есть базовый регистратором бесплатно вам прилагается подогрев руля подогрев лобооке в общем полный подогрев всего что можно даже подогрев форсунок и гарантия гарантия на этот автомобиль от дилера идет пять лет или 150 тысяч пробега поэтому друзья с учетом этих вещей вы можете сами определить где вам экономить и какой автомобиль лучше взять но но естественно те кто сами этим занимаются те кто занимается параллельным импортом у них даже естественно и вопросов нет потому что они все могут привести машину ну прям очень дешево но опять же все эти истории с утиль сбором с каким-то пошлинами еще что то вот эти все обращение к президенту ну заставляет людей иногда задумываться но сегодня я говорил цены на на 23 ноября сейчас у нас курс упал 89 я говорю с ценами на сегодняшний день они могут и повыситься потому что доллар повысится эти машины повысится вот естественно стоимость каждого автомобиля и включен еще утиль сбор еще раз повторяю ссылочку на этот автомобиль и оставлю в описании на данный момент он продается ссылочку на этот автомобиль я оставлять не буду потому что вы можете вот к любому дилеру зайти и соответственно там поговорить и посмотреть все друзья спасибо вам большое за внимание ставьте лайки и до встречи